Я вас приветствую, коллеги! Сегодня новое разоблачение лунных похождений американцев Луафа Сра, лунная фера Соединенных Республик Америки, как я говорю. Новые разоблачения, они и не новые, но хорошо концентрированные в исполнении доктора наук Игоря Владимировича Давиденко. Вот он сначала скажет несколько слов, потом я сделаю небольшую отбортовочку про еще одну непонятную для меня ситуевину. Приятного просмотра! До того, что появились сведения о долготе жизни космонавтов. Это 49-е лечи, как сейчас помню, я взял и меня поразила информация о том, что космонавты, вернувшиеся на Землю и не погибшие, в два с половиной раза чаще умирали от онкологических заболеваний, чем аналогичные люди, которые не летали в космос. Ну это понятно, облучение и так далее, переход в верхние слои и так далее, и так далее. Такое впечатление, как будто Земля не принимает блудных сынов. В космосе люди осваиваются с малой гравитацией в течение двух-трех дней и чувствуют себя там прекрасно. А вот последние вернулись из МКС, они даже сами вылезти из капсулы не смогли. Их с трудом вытащили. Какой там ходить? С трудом их донесли до насилок. Только улыбаться могли. То есть возврат на Землю — это страшная катастрофа для человеческого организма. Руководительница группы НАСА по исследованию экзопланет умерла в возрасте 50 лет. А уж казалось бы, туда отбирают ребят с замечательным здоровьем. Ну там один на тысячу отбирается в космонавт. И получается, что у нас не было ни одного курорта в Советском Союзе, в котором бы не было специального корпуса для космонавтов. Это и по части почек, и по части сердца, и чего угодно. Ну от сердца умирает Титов Ерман. Ну просто помер после баньки от сердца 62 года. А остальные у нас очень, ну бывает. И когда я услышал, что луноходец Армстон умер 84 года, я сказал, ребят, ну это лишнее доказательство, что он на Луну не летал. Он же три пояса радиации не пересекал. Лишнее доказательство. И Гаррисон, который шлепнулся в ванной и поэтому потерял часть здоровья, тоже не летал. Ну я-то пошел таким путем. Когда я слышу всякую говорильню о том, что вот там флаг на Луне трепетал, что вот там, значит, следы отпечатались, хотя их не должно там отпечататься, поскольку наступайте на горку из сахарного песка сколько угодно, следов вы не увидите. Не получается. Для того, чтобы были следы, нужна влажность. В космосе влажности нет. И я-то по-другому подошел. Я сказал, а на чем ребятишки летали? Ну как же, на Сатурне 5. Ага, покажите мне Сатурн 5. Вот он, 107 метров длиной. Из них примерно две трети объема заняты конструкциями. И дальше идут баки и маленькое место, где находится экипаж. Простите меня, в оставшийся объем, как можно вместить 3000 тонн любого вещества. Стартовая масса была 3000 тонн. Я попросил, посчитайте через объем цилиндра. И вам понадобится запустить эту трубу, ну, с железными гвоздями. Вот тогда будет 3000 тонн. 3000 тонн – это большегрузный состав с углем. И тут впихнуть в оставшиеся каких-то 35 метров все это дело не удастся, господа, товарищи. В то время, когда Королев разрабатывал нашу ракету для Луны, у нее был диаметр трубы 16 метров, а у Аполлона, а у Сатурна 5, 10 всего лишь только. Чувствуете, какой размах был у наших конструкторов? Так вот, когда я подумал, что, а был ли такой аппарат, который бы нес космонавтов на Луну? А как же, говорит, у нас есть выставка. Я говорю, а что на выставке-то? Чехол от Сатурна 5. То есть возник страшный вопрос, что обычный Сатурн, на него надевали чехол 26 тонн массы, на котором было написано Сатурн 5. Он выстреливал вверх без всяких там астронавтов. Которые давным-давно уже отъезжали на автомобилях подальше. Почему? Да потому что при возвращении эти ребята вели себя как попрыгунщики. Веселенькие такие, легко подвижные, чего не должно быть ни при каких условиях. Их же, ну, вы, наверное, не знаете, но в одной из моих книг я привел рассказ одного рыбака из Мурманска. Ребята ловили рыбу, треску обычную, и тут поймали капсулу возвращения американскую. Та самая пирамидоподобная, с иллюминаторами. Они ее вытащили, за ними кинулись в погоню американцы, попытались было брать на абордаж, но подошла наша подводная лодка, и американцы прекратили свою погоню. Когда на берегу рассмотрели, что это такое, это оказалось макетом спускаемого космического корабля, в котором не было никаких проводов, ничего, были иллюминаторы и пустое пространство, то есть большое ведро. Американцы настаивали, чтобы мы вернули, и действительно прислали хорошие корабли, и в Мурманске на рейде торжественно наше правительство передало их правительству эту самую дурацкую капсулу. Учтите, все капсулы возвращения никогда не обгорают у американцев. Наши обгорают, а калина сыплется, а у них ничего не обгорают. То есть, иными словами, мы выпустили такой фильмик, «А летали ли?» «А летали ли?» Ну, я просто ставлю такой вопрос, а я на него отвечать не буду. Бог с ним. По простой причине, что анализ теней на Луне показывает, что освещение было не только от солнышка, а ведь на Луне освещение только от Солнца. Другого не бывает. И тени должны быть длинные, потому что солнышко только у горизонта. То есть, иными словами, ну, за 30 миллиардов долларов дурят нашего брата, и три года подряд американцы почему-то поставляли Советскому Союзу пшеницу по цене ниже, чем в Соединенных Штатах Америки. Вот наши репарации за полет на Луну. Мы не летали, они не летали, а репарации получили мы. Это была колоссальная политическая, экономическая сделка. То есть, это такой вопрос простой. И прежде чем вы увидите основную часть сегодняшнего ролика, разоблачающего лунную аферу СРА в Соединенных Республик Америки, вот такое соображение. Мы видим опорную орбиту всей этой связки, которая должна пойти к Луне. И что интересно, почему бы перед включением третьей ступени на уход к Луне, третья ступень, это вот один водородный двигатель J2, про него отдельная история, он ни разу не был испытан в космосе. Иви Наса не прекращает нам писать о том, что всё отработано на Земле, и в космосе испытывать не надо. Так вот, перед включением третьей ступени перестыковаться бы им на околоземной орбите, потому что им нужно перестыковываться, дабы вытащить лунный модуль. Вот как это происходит. Кстати, его извлечение, это тоже отдельная процедура. То есть, вот эти лепестки, которые вы видите здесь, я несколько раз повторю эту процедуру, они держали вес примерно 20 тонн при всех ускорениях, вибрациях, то есть взлёта вот этой ракеты. И лепестки эти являются силовой конструкцией ракеты. И чтобы их отсоединить, нужно вблизи лунного модуля, вблизи, значит, этих тонких структур рвануть пиропатроны, чтобы минимум в четырёх местах взорвать эти болты и рассоединить эту всю систему. Так вот это они делают при полёте уже к Луне. Случись чего, это три дня до Луны, дай бог там развернуться и возвратиться обратно к Земле. Но всё-таки логичнее было бы перестыковывать это всё на околоземной орбите. А сейчас профессор Давыденко, основная часть нашего ролика. И обратите внимание на его взгляд об удельных массах, мощностях и размерах ракет того времени. Приятного просмотра! На самом деле Луна и Земля родственники. Они родственны были до уровня 4 миллиардов лет тому назад. И с тех пор одна планета развивается, материнская Земля, а спутник застыл и чего-то ожидает. Он ожидал людей. Люди построили для достижения Луны мощные ракеты. Сначала шли исследовательские ракеты малой мощности, потом захотелось, наверное, очень быстрого успеха. И появились ракеты грандиозного размера и грандиозной грузоподъемности. Причем стартовая масса ракет, изобретенных человеком в эпоху Королева, можно так сказать, и фон Брауна, уже достигала трех тысяч тонн на столе. Больше того, наши специалисты придумали замечательную ракету Ур-700, у которой стартовая масса была 4823 тонны. Это, конечно, достаточно, чтобы вывести на околоземную орбиту примерно 150 тонн и послать к Луне 50 тонн полезного груза. То есть, возвращаемый аппарат, лунную станцию и так далее. Это здорово. Но, если вы обратитесь к информации в СМИ, то вы увидите, что все переживают только то, что Сатурн-5, это мощная ракета, построенная в Соединенных Штатах Америки, она доставляла астронавтов на Луну. И они возвращались успешно. Длина ракеты примерно 107 метров, диаметр ствола 10 метров, но на втором отсеке 6,6 метра. Фактически, 70 метров всей ракеты Сатурн-5 это аппараты для хранения топлива. Причем, три ступени, которые отрабатывали, особенно мощная, конечно, первая ступень, в которой находилась по расчетам больше 2000 тонн топлива. А это что? Кислород и водород, и кислород, и керосин, или аэрозин, этот, где гептил смешивается, примешивается. Но, это все ведь, они очень токсичные, очень взрывчатые, но они, кроме того, еще не такие же тяжелые жидкости. Самые тяжелые жидкости, аэрозиновые, аэрозин-50, она где-то полтора грамма на кубический сантиметр, имеет плотность. Меня поразило вот что, что когда фон Браун начал работать над Сатурном, он взял за основу ракету Редстоун, у которой было очень хорошее соотношение между стартовой массой, длиной, между стартовой массой и полезным грузом. Причем, удивительно, вы только подумайте, Сатурн-5 дает отношение стартовой массы к полезному грузу 25 тонн на метр. А наша Н-1, которая нам тоже известна, есть ее фотография рядом с Сатурном-5, это, конечно, условно, они никогда рядом не стояли, дает где-то порядка 26 тонн на метр. Это очень мощная работа, невероятно мощная. Н-1 испытала несколько стартовых стартов и по-разному их классифицировали, но она не летала. Она вообще не летала? Она не летала. Или пилотируемо не летала? Да, не летала. Посмотрите, на нашу ракету Н-1 приходится на диаметр 16 метров 26,7 тонны выводимой массы. В перерасчете на 10 метров будет уже не 26,7 тонны, а всего лишь около 17 тонн на метр. То есть заявленная подъемность Сатурна-5 не совпадает с тем, что получается в результате расчетов. Посмотрите, хорошо испытанный Восток можно сравнить с Сатурном-5. По стартовой массе это 9,5-10 раз меньше, по полезному грузу в 26,7-27 9 раз, по длине в 2,9 раза. По отношению стартовой массы к полезному грузу Восток резко уступает Сатурну 57 против 21. Нельзя поверить, что по эффективности работы советские ракеты типа Восток так уступали американским. Разница 270%. Сомневаемся, что Королев мог бы такое вынести. Восток имел на 1 метр длины 7 тонн стартовой массы, а Сатурн от 25 до 34 тонн. А если не имел? Вот этот вопрос, а если не имел? Он показывает, что тут и заложена основа для критики, которой много. Возьмите, есть под ником Аркадий Велюров. В интернете много публикуется материалов, которые резко критикуют именно ракетную часть. Именно ракетную часть. Но сегодня мы знаем, что можно построить ракету для достижения Луны, для возвращения Луны. Можно построить, можно сделать. Вопрос другой. Причем если вы посмотрите, когда начали летать шаттлы американские, а это очень мощный корабль, 90 тонн, массы имел он на орбите. И действительно стартовая масса шаттла это примерно 3000 тонн на Земле. Но когда вы видите его на старте, вы видите как жука плавунца на половозрелой золотой рыбке. Такое вот соотношение масс. Потому что горючее и твердотопливные ракеты по бокам это то, что должно сгореть для того, чтобы жучок плавунец оказался на орбите. И масса его 90 тонн. Если бы в 1969 году американцы имели такую конструкцию, они бы тогда могли ее направить. И к Луне должно было подойти примерно 48-50 тонн конечного груза, который там разделяется на две части, как вы знаете, и возвращается. вот эти расчеты, все расчеты мы оставим в покое. Потому что в интернете на каждый критический момент существует объяснение. Всегда можно найти объяснение. Там расскажут, почему флаг развивался, почему хорошо отпечатывались ботинки на лунном грунте. это действительно так. Почему они падали, заваливаясь, когда прыгали сдвоенными ногами, там много чего. Но цепляться надо за то, что особенно ударяет по глазам. Потому что все-таки 90% информации мы получаем через зрительные образы. Вот и посмотрим. Люди и тени на Луне. Первое, что всех поражает, поражает потому, что тиражировано НАСА, такой замечательный альбомчик, выпущенный еще тогда сразу же по горячим следам первого при Луне, тиражирует этот замечательный снимок номер 16, где астронавт, у которого солнце за спиной и тень естественно падает от него вперед, имеет совершенно просветленный скафандр. Мы можем даже различить, где тут кинокамера Хасельблат у него на груди, и как он даже только от улыбки не видно. Как это могло случиться? Ведь на Луне атмосферы нет, поэтому там наиболее контрастно свет и тень. Буквально вот обрезается и все. Ну, нам начнут рассказывать, что это отнюдь не подсветка специальная, но свет и тени все выдают. Вот на рисунке 17-м мы видим передвижную тележку астронавтов и тени, которые хорошо падают от колес и длятся буквально в пространство налево, в то же время, когда от космонавта тени практически нет. Почему это? Ну, это недоработка осветителей. Или на обложке альбомчика НАСА лежит этот огромный камень. Этот камень потом в разных ракурсах мы можем в внимательном рассмотрении увидеть на фотоотчетах астронавтов других посещений планеты спутника Луны. Так вот, на рисунке 18-м мы видим, что астронавт стоит у затененной части этого громадного блока, его уже реголитом назвать, просто рука не поднимается, язык не шевельнется. Но вот что интересно, от колес тележки влево идут тени, причем тени хорошие, проработанные, а от космонавта не идут. Вот он от астронавта. Астронавт себе стоит освещенный Солнцем с той стороны, где Солнца нет. Еще есть одна сторона, поскольку Солнце отдалено от Луны достаточно далеко, почти на те же 150 миллионов километров, тени должны быть параллельны. Источник очень далеко. На самом деле, во-первых, это случается не всегда. Бывают сдвоенные тени, то есть от одного тела идут тени в разных направлениях. И скажем, вот прыжок Янга, Янг прыгает над поверхностью Луны, а тень-то должна быть на поверхности Луны, ее нет. Ну, накладка, накладка произошла, это действительно так. люди в тени раскрывают самое главное недоучет обстоятельств, места. Вот когда два астронавта устанавливают флаг, нам не важно, колыхался он или не колыхался. Посмотрите на тени астронавтов, у которого, тот астронавт, у которого рост пониже, вдруг имеет больше уйти, чем тот, который повыше. Это все рассчитано, все действительно. Олдрин не длиннее Армстонга, но по тени он длиннее. Почему? Недоработка, недоработка. И когда мы посмотрим эти замечательные картинки, которым мы сначала безоговорочно поверили, я прошу это отметить, и вдруг мы получаем вот Олдрин стоит около тележки на рисунке 22-м, а от колес зачерненных, как и положено, тени в его сторону не падают, а ведь тут еще есть антенна, которая должна бросить тень, а от него от Олдрина тень замечательная, все хорошо видно. Есть еще одна интересная деталь. Откуда на Луне два Солнца, если верить тем ребятам, которые фотографировали друг друга на поверхности Луны? Это фотография Алана Бина, сделана 20 октября 69-го года Чарльзом или Питом Конрадом. Действительно то, что изображено в забрале шлема, вскрывает всю эту систему несоответствий. То есть, понимаете, какая штука, как будто бы сам процесс фотографирования шел не так, как он показал. Он шел как бы со стороны, как будто кто-то третий фотографировал это обстоятельство. Много было нареканий на то, что вездеход американский отбрасывает на рисунке в 23-м тени, так же, как и астронавт. А вот камни, которые разбросаны вокруг тени, отбрасывают в другие стороны. На одном из камней даже нарисована была, оказывается, буква С. Си по-американски. Еще один вопрос. Это реквизит? Да. Реквизитная буква тебе поставим здесь. Забыли отретушировать. Теперь, чтобы быть на поверхности Луны в любом скафандре, в самом лучшем на свете, нужно, чтобы была терморегуляция нормальная. Иначе человек либо запарится в своем скафандре, либо замерзнет. Причем интересно, что когда ты находишься на Солнце, температура по логике может достигать 150 градусов цель. А в тени, стало быть, она может упасть до первых, скажем, цифр нашего термометра. Минут 130. Обратите внимание, что горячий воздух к скафандрах, который накапливался, отводился, отдавал свое тепло гидравлике, воде. И вода выбрасывалась в пространство, отработав свое. Значит, пребывание астронавта на поверхности зависело от того, какой запас воды имеется в охладителе. И больше ни от чего. Причем еще астронавт должен нажимать кнопочку, приводя в действие механизм выброса воды. Вода извергалась из скафандра, превращалась в лед и распылялась в пространстве, свидетельствовали астронавты. В это время ничем не прикрытый лунный модуль стоял под открытым солнцем. По идее, он должен был раскалиться на таком солнце. Однако, когда они зашли вниз, каждый жаловался на то, что в модуле было ужасно холодно. Я уж не говорю о той заковыке, когда вот у кого-то из астронавтов прылась вода на пол модуля и они ее совочком выбрасывали в пространство, на реголит выбрасывали. Ну, это странная штука. Я не знаю, зачем мы об этом. То есть, они еще тогда не понимали физику процесса? Они не понимали, что произойдет с водой, которая будет налита в тазик и поставлена на реголит. Просто не понимают. Если судить по рапорту астронавтов, а также по кино и фотоматериалам, им в скафандрах приходилось проводить по 10-12 часов в открытом космосе. То есть, под испопеляющим солнцем либо в его ледяной тени. И скафандр для них был единственным укрытием и едва ли не домом родным, как они сами считают. Причем, скафандр не так уж сильно защищен от, условно говоря, радиации, что солнечной, что грави, что и так далее. Теперь, вот тут мы коснулись самого страшного вопроса. еще Тесла заметил, что над планетой Земля должны быть радиационные пояса. Иван Али, именем которого названы эти радиационные пояса, показал, что они действительно есть. И что уйти за 24 тысячи километров от Земли это достаточно опасно, потому что придется идти через эти мощные поля радиации. на 300 километров можно летать совершенно безопасно и жить там на МКС. А выше, выше, выше надо иметь защитный какой-то скафандр. Лучше, конечно, просвинцованный. Да, кстати, я не знаю, где-то я вычитал, что Леонов выходил в открытый космос в просвинцованном скафандре. Это спасибо тем, кто заботился о его здоровье. Это несмотря на то, что он выходил на невысокой орбите. Да, это все равно не важно, но это вот, что подумали о защите, это слава Богу. И к вопросу о поясах, кроме Леонова, удачно выше, первый раз в космос, в открытый космос, был еще и отрицательный пример, не надо забывать, Германа Китова, мир прахлый его, а летал в силу 25 кругов вокруг Земли. Увы, внутри нижнего радиационного пояса, мощности не хватило, а после, после, ну, мисхор, мисхор, и лечись, и лечись. И в 62 года прощай, Земля. Так вот, мы еще не решили вопрос, а что будет со солнечными вспышками в этот момент, когда летали астронавты? Ведь их жалко. Это же корпускулы пронзали их тела со страшной силы. Нам говорят, они все делали в командном отсеке в этот момент, когда пролетали пояс в Анайлина. И дальше доходим мы до того. Сходство планеты Земля и ее спутника Луны, древнее сходство, особенно в древней геологической истории, в том, что доктор наук, к сожалению, безвременно умерший Щеголев, считал, что Земля была покрыта реголитом большой мощности в глубоком Докембрии, в Архиве, и что слои реголита измелялись, может быть, сотнями метров. Он даже выднул гипотезу, что железные кварциты, миллиарды тонн которых находятся на всех континентах, на всех континентах Земли, это и есть тот переработанный реголит. То есть интересно? Конечно, интересно. Но с другой стороны, а где реголит, который принесли астронавты на Землю? Ведь по многим данным это около 400 килограмм груза. Это было объявлено 300 с чем-то. 374. Для сравнения советский автомат принес граммы. Ну, у нас всего... 300 или 400 300 граммов у нас, условно говоря. Но вот что интересно. Интересно, что все открытия сделаны по минералогии геохимии Луны сделаны на основании советского лунного грунта, который раздавался практически, я уж не знаю, платно или бесплатно, это уже детали можно узнать в институте имени Вернадского. А открытие действительно изумительное. Изумительное, что 90 минералов находятся на Луне. И в чем некоторые из них это металлы, которые в самородном состоянии на Земле не встречаются, ну, скажем, тот же алюминий. Там встречаются. Дальше. Очень много титаномагнетита, альминиита, с которым связывается в реголите вот гелий-3. То есть, это будущее топливо. Возможно. Все возможно. Но вопрос-то в том, что все достижения настолько высоки, вот по нашему грунту, который привезен нашими автоматическими станциями, с чем надо не только согласиться, но надо порадоваться за наших конструкторов и за ученых, которые сумели автоматическими станциями сделать то, что они сделали. Это действительно научный подвиг. А американцы, когда пошли за рекламой стали раздаривать направо и налево кусочки лунного грунта. И вот в музее города Амстердам долгое время находился большой кусок это страница рисунок 29-й, огромный кусок, который оказался при внимательном изучении окаменелым деревом. Дальше стали интересоваться, какова судьба лунного грунта привезенного американцам. Судьба оказалась плачевной. Только 13% тех, кому подарили лунный грунт, знали, что у них есть лунный грунт и могли его предъявить. Остальное куда-то испарилось. Кстати, 374 килограмма лунного грунта считается украденным. Кем украденным? Почему украденным? В Америке была задержана родственница одного из астронавтов, которая хотела продать один грамм лунного вещества за 2 миллиона долларов. Но ее арестовали, поскольку для продажи частными лицами лунный грунт американский не предназначен. Что тут есть некоторое противоречие, как мне кажется, не предназначен тот грунт из 300 килограммов с лишком, который привезли официально, а эту щепотку уже привез ее муж. В кармане, да. А я спросил так, а вот скажите, если я правильно понимаю, наши привезли чистый реголит, то есть ну пыль. А американцы, если я правильно помню, они привозили булыжники, все грузили в тележку типа угля. Вы понимаете, какая тут штука? Ранее забольшая. Вы представьте себе поверхность, на которой нет пыли, такой переносимой ветрами, то есть нет песков, как в Сахаре, нет воды, которая все смывает, куда-то сносит, а есть только один ветер солнечный, а солнечный ветер, это все равно, что электронная полировка нарезанного кварца или какой-то другой подложки в специальных устройствах для придания абсолютной гладкости. Так вот, следы электронной полировки должны были найдены быть на частицах лунного грунта, хоть застрелись. Вот этот вопрос, мне кажется, до сих пор не прояснен, и за это можно хорошо поработать. Или получить. Ты прав, ты прав, да. Да. Так вот, и как... Если результаты не будут соответствовать. Да, да, да. И когда они показывают нам в качестве лунного грунта огромный булыжник на странице, на рисунке 30, то мы можем, конечно, удивляться, дайте посмотреть, дайте пощупать, дайте хоть на глазок посмотреть, а что это такое? Потому что, мне кажется, несмотря на активную работу Евгения Шумейкера, ну, того, кто назвал планету Шумейкер-Ливии и открыл ее, он работал в связи с болезнью почек тренером космонавта. Он как геолог их учил основам геологии. И они на кратере Берринджера проходили основы, но, видимо, все-таки проходили плохо. Потому что, если вы прочитаете отчеты астронавтов пребывания на Луне, вы не увидите там даже простых описаний встреченного камня. Камень массой такой-то, плотностью такой-то, цвета такого-то, вот, оструугольный, царапается, не царапается, если его ударить, он хрупок или, наоборот, вязок. Ну, как мы в геологе, в поле легко ударом молотка отличаем нефрит, скажем, от обсидиана. Обсидиан расколется, как стекло, потому что стекло и есть, а нефрит еще ваш молоток может сломать, если молоток сломить. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала, Я люблю тебя, жизнь, Я люблю тебя, жизнь, И хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало. Мне немало дано, Ширь земли и равнина морская, Мне известно давно, Без корыстная дружба мужская, В зоне каждого дня, Как я счастлив, Что нет мне покоя. Есть любовь у меня, Жизнь, ты знаешь, Что это такое. Есть любовь у меня, Жизнь, ты знаешь, Что это такое. Как поют соловьи, Полумрак, поцелуй на рассвете. И вершина любви Это чудо великое, дети. Вновь мы с ними пройдем Детство, юность, вокзалы, причалы. Будут внуки потом Все опять повторится сначала. Вновь мы с ними пройдем Детство, юность, вокзалы, причалы. Будут внуки потом Все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, Мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, Что погибли, тебя защищая. Так лекуй и вершись В трубных звуках весеннего гимна Я люблю тебя жить И надеюсь, что это взаимно Я люблю тебя жить И надеюсь, что это взаимно Я люблю тебя жить И надеюсь, что это взаимно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok